Итак, погнали! Друзья, всем привет! Это Лёха, это Дэн. Короче, и у нас крутой супер сегодня глюкофон, который Дэн сделал в подарок для группы Операция Пластилин. Смотрите, какой он супер крутой. Дэн вообще потел над ним, как пел, настраивал, очень ровненько делал все прорезы. О, смотрите, Операция Пластилин написана. Сегодня 8 марта, и концерт группы Операция Пластилин у нас в Брянске будет вечером. И еще такой прикол, что не только 8 марта и концерт, а еще и день рождения барабанщика этой славной группы. Да, Дэн, большой фанат. Дэн, скажи пару слов, пожалуйста. А что? Блин, обожаю этих ребят на самом деле. Их приезд просто... Ну как их вообще отпустить из Брянска без нашего инструмента? Это будет преступно для нас. Круто. Вот, да, мы тут поработали командой, и получается Антоха наш дизайнер сделал. Ну, совместно с Дэном, как я понимаю, они сделали вот этот дизайн по мотивам, короче, работ группы, да? Тут цитаты из песен, да? Да, понятно. Вот, такая штука. А я, все, что я сделал, я, в принципе, только придумал настройку. Сейчас я и заценю, как она звучит. Да, она самая лучшая, как оказалось. Мы ее сделали. Это первый раз такая настройка на двухстороннем глюке. И, ну, я кайфанул конкретно. Вот сейчас еще чуть покайфую. Держи Дэн камеру. Покажем, как он звучит. С этой стороны у нас семинор настроен. Ну, не обычный семинор. А, как всегда. А, вот, а с этой ми минор. Вот. Вот, последнее время я вообще так кайфую от этих двухсторонних глюкофонов новых, которые получаются. Они очень прикольно. Ну, как-то иногда надоедает все одинаково на них играть. Я пробую там на поверхностях, на всяких. То есть, у них немножко меняется звук. Где-то получается он более скованный, отрывистый. Подрезаются какие-то частоты. Ну, и получается тембр другой. Вот. А для этой группы мы еще специально встроили пезодатчик. Ну, такая новая фишка. Мы ее, как бы, только начинаем встраивать. Несколько глюкофонов всего сделали. Сразу несколько датчиков по всему корпусу снимают звук. Как бы, более равномерно, чтобы было. И здесь вход. Я сейчас его подключу. И заценим, как он звучит. Нельзя сказать, что это прям какое-то суперидеальное звучание. Но если использовать эквалайзер, вот, и подрезать высокие частоты, которые именно вот шуршание вот это все дают, и касание удара, то получается довольно прикольно. Вот, я сейчас покажу. Включаемся в игру. Так, это у нас уже тут с эффектами. Ну, вот, в принципе, да. Сейчас накину тревер, ну, и вот эквалайзер. Я сейчас даже запишу, как это звучит, чтобы потом включить без игры, чтобы не накладывался акустический. Ну, посмотрим. Недостаточно. Сейчас давайте послушаем. Это за счет того, что на эквалайзере я настроил все эти частоты. А если бы, например, эквалайзера не было бы, и все было бы в нуля, то звук, конечно, был бы более таким шершавым, что ли. Сейчас рублю, посмотрим. Ну, вот они, да, вот эти высокие частоты лезут. Я просто связал, и помягче звук стал. Ну, и ревер, вот, если, например, убрать. Вот, получается так. Можно еще, тут все-таки эффекты, я прикольно сегодня накидывал. Вот, например, эффект разворот сигнала, то есть... Такой он, как синт получается атмосферный. Я сейчас еще какой-нибудь эффект покажу. Один, ну, вот, который мне понравился. Сейчас найду. Ну, да, типа того. Мик, линтер. Блин, я уже забыл. Вот тут, походу, что-нибудь такое. Вообще, всякие дилеи прикольные звучат. Дилеи, там, хорус, ревер. Так, ну все, на этом наша трансляция заканчивается. Сегодня вечером концерт. Этот глюкофон будет вручен. Не знаю, когда мы выложим это видео. В общем, поздравляем всех женщин с 8 марта. Басиста группы Операция Пластилин с днем рождения. Кого еще надо с чем поздравить? Короче, вот. Всех со всем. Всех со всем. Всего доброго, друзья. Ну, че.